Уважаемые коллеги, я полагаю, что в наступающем году и в новой сессии мы должны проанализировать все те основные вызовы, которые стоят перед страной и перед Государственной Думой как органом народного представительства, и те задачи, которые мы должны решить для России, для ее будущего процветания. Я полагаю, что все сидящие в этом зале, независимо от политической ориентации, на самом деле в глубине души понимают, что социальная стабильность зависит не от того, насколько мы увеличили штрафы для митингующих, а защита национальных интересов не заключается в поиске шпионов среди некоммерческих организаций. А и защита национальных интересов, и социальная стабильность зависят от принятия или непринятия концептуальных решений, о каких я сейчас скажу. Первый вопрос, и вопрос реформ, ошибок в реформах, ошибок в принятии решений, то, о чем говорил Сергей Евгеньевич, цена ошибки. Так вот, первый вызов, который ставят перед нами общество и время, это вызов бюджетный. В 2013 году общемирового кризиса не будет, и мировая экономика находится на восходящей стадии экономического цикла. Тем самым нам дается еще один год, вполне благополучный, год благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. В этот год мы могли бы решить социальные проблемы, осуществить реструктуризацию экономики, стимулировать экономический рост. Но не тут-то было. Уже принят бюджет на 2013 год, а затем принято новое бюджетное правило, согласно которому основные доходы от нефти и газа мы вкладываем в чужую экономику. Уважаемые коллеги, помимо того, что это искусственный тормоз экономического роста, помимо того, что это создает еще вывоз капитала, это еще огромный коррупционный анклав. И мы много сейчас говорим о коррупции, так вот уже по масштабам этого финансового потока можно сказать, что господин Кудрин и юноши-финансисты нанесли урон стране гораздо больше, чем господин Сердюков со своими девушками-финансистами в Министерстве обороны. Поэтому нужно отвечать на этот бюджетный вызов, и чем быстрее мы это сделаем, тем более благоприятные условия для страны будут источники зрения экономического роста и решения социальных проблем. Второй вызов и вторая черта, которую мы должны подвести под провальной реформой, это вызов пенсионной системе. Уже признано, что реформа 2002 года была провальная и что от нее надо отказываться, но почему-то этот отказ отложен на один год. И еще один год мы предоставили финансовым лоббистам дополнительно 581 миллиард рублей, чтобы они крутили и использовали это на собственные цели и отложили решение многих социальных проблем. Чем быстрее мы воспримем этот вызов и примем необходимые решения, опять же, тем лучше будет для страны отечества и будет обеспечена социальная стабильность. Следующий вызов, третий из наиболее принципиальных, это подвести черту под провальной реформой энергетики и признать то, что реформа по Чубайсу не дала ни инвестиций, ни эффективности, а мы имеем лишь рост тарифов, рост оплаты топ-менеджмента в соответствующих структурах и выгода это дала лишь только тем, кто получил куски от государственной собственности в системе энергетики. Поэтому, чем быстрее мы признаем и подведем черту и оценим здесь цену ошибок и постараемся ее исправить, тем лучше будет для страны. Следующий вызов, это вызов со стороны социальной сферы, это реформа бюджетной сферы, 83-й закон, за которым последовала реформа образования и здравоохранения, соответствующий закон об образовании и об охране здоровья. Мы вначале отказались от статуса бюджетного учреждения, ликвидировали смету бюджетного учреждения, ликвидировали штатное расписание, ликвидировали тарифную сетку. Мы дали курс на коммерциализацию бюджетных учреждений, а потом делаем судорожные попытки регулировать оплату труда в этих бюджетных учреждениях и при этом уже тут же делать исключение в этой системе регулирования оплаты труда. Вы знаете, вот эта реформа бюджетной сферы, я хочу оттолкнуться от того, что говорил Владимир Вольфович по поводу наших детей, что они умные. Но они умные потому, что в течение десятилетий, можно даже сказать столетий, наша российская интеллигенция, врачи и учителя лечили и учили наш народ вопреки всем реформам, вопреки всем режимам, вопреки всем неразумным решениям, которые осуществляли разные власти. И делалось это на основе той нравственной традиции, того психологического климата, который долгие десятилетия сохранялся в научных коллективах, в учебных коллективах, в коллективах здравоохранения. И вот 83 закон, а вслед за ним закон об образовании и здравоохранении, как раз растлевает и разрушает эту нравственную традицию. И восстановить ее будет чрезвычайно сложно. И чем быстрее мы ответим на этот вызов, тем лучше. Следующий вопрос. ЖКХ, четвертый вызов, он, наверное, самый сложный. Акционирование, приватизация ресурсоснабжающих организаций привела к значительному росту тарифов. И вначале мы естественные монополии приватизировали, акционировали, а потом делаем судорожные попытки контролировать в них ценообразование и регулировать тарифы. Это невозможно. В итоге у нас тарифы каждый год растут в 2-3 раза больше, чем общий индекс инфляции. Но это мало. Что мы навесили на наше население? Раз, тарифов. Раз. В предстоящий год, возможно, дополнительная плата за капремонт. Два. Третий момент – это принятие законов и поголовное введение счетчиков. Это три. Потом, после того, как мы всех заставили ввести счетчики, не все это сделали, мы приняли, вернее, правительство, 354-е постановление. И те, кто уже осуществили затраты на счетчики, они теперь должны оплачивать все потери в энергосетях и плюс перерасход у всех тех, кто счетчики не ввели. Это четыре. А пятое – готовится налог на недвижимость. И все это на наш народ, и все это нужно, чтобы они оплачивали, а прибыль достается ресурсоснабжающим организациям. Следующий вопрос. Монополизация и законодательно оформленные финансовые аферы приводят к резкой неравномерности в доходах населения, дестимулирование создания рабочих мест, дестимулирование инвестиционной активности и стимулирование огромных сверхдоходов и паразитического потребления. И тут мы приходим к следующему вызову. Это вызов проведения налоговой реформы в направлении выравнивания доходов, дестимулирования паразитического потребления и стимулирования инвестиционной активности и создания рабочих мест. Я говорю о подоходном налоге, который сегодня будут рассматриваться прогрессивно, и налоги на роскошь. И в заключение, уважаемые коллеги, здесь вот прозвучала апологетика застоя. Апологетика предреволюционных ред под правлением Николая II, апологетика Брежневского застоя. Хочу сказать, застое может быть и комфортен, но очень обманчив и опасен, поскольку за спокойным 1913 годом последовало отнюдь очень неспокойный, неблагополучный 1917 год. Именно потому, что многие из предложений, которые были в 1913 году у наших коллег, наших предшественников, депутатов 4-й Государственной Думы, не были приняты. И вот в заключение я хочу сказать, что предлагали наши предшественники в 1913 году. Правительство, по нашему мнению, имеет и право, и непременный долг для поднятия и улучшения хозяйства обложить крупное землевладение несколько большими налогами сборами, чем мелкое. Это совершенно справедливая и весьма небольшая надбавка земельных сборов. Вот это одно из многих предложений, которое не было принято, и, наверное, поэтому, потому что многие разумные предложения в направлении социальной справедливости не принимались ни в 1913, ни в 1912, поэтому потом и последовал 1917 год. Не хотелось бы, чтобы мы повторили судьбу 4-й Государственной Думы и наши...